Всем привет! Меня зовут Илья и в этом видео уроке, дорогие друзья, мы с вами наконец-то разберемся, как же нужно заниматься на бас-гитаре. Сегодня мы с вами поговорим о том, как организовывать свое рабочее пространство, как планировать каждое занятие, время. Также мы поговорим о том, как же находиться музыкант в состоянии ресурса и где искать вдохновение. Также мы поговорим о том, чего следует избегать при занятиях на бас-гитаре, что является ошибкой. Я поделюсь сегодня своим опытом и тем, как я пытаюсь, так сказать, заниматься на бас-гитаре все это время. Всем хорошего просмотра. Цифра номер один. Эффективная организация вашего рабочего пространства, вашего рабочего места, где вы занимаетесь на бас-гитаре дома. Приведу пример. Скажем, вы хотите заняться спортом, бегать по утрам или идти в фитнес-центр, в тренажерный зал, но для того, чтобы начать заниматься и приводить свое тело, так скажем, на другой уровень, улучшать себя, вам придется сделать определенное количество действий. То есть, скажем, если хотите бегать по утрам, надо встать рано утром, одеться, выпить чашечку кофе, там, не знаю, до этого еще купить спортивный костюм, выйти из дома, дойти до парка и тогда вы только начнете бежать. Или, например, то же самое с фитнес-центром. Надо найти время или это до работы, после работы. В общем, не всегда это легко, а там к определенному времени прийти. Соответственно, вот эта цепочка эффектов, она сама по себе для некоторых людей может оказаться сложной. То есть, люди знают, что нужно заниматься, так сказать, своим телом, заниматься фитнесом, приводить, ну, как сказать, быть более здоровым, дольше жить и так далее. Естественно, люди это знают, но не делают в части из-за того, что вот эта вот энергия активации не всегда по силам, то есть, сложно. Не всегда это легко встать там в 5 часов до работы и побежать. Не каждый сможет. Но представим такую картину, например, вы сразу встали, например, проснулись в парке, уже одетые, там бодрые, как будто выпили чашечку кофе. Естественно, шанс того, что вы побежите, возрастает многократно. Вы сразу встанете и побежите. Или, скажем, у вас частный дом и в соседней комнате у вас тренажерный зал. Вы встали, там выпили чашечку кофе, сразу пошли в соседнюю комнату, позанимались. У вас энергия активации минимальная. К чему я это сказал? К тому, что при организации рабочего пространства я лично пользуюсь тем же принципом. У меня всегда все инструменты готовы, стоят на стойке, все провода подключены. Мне остается только включить гитару и уже в звуковую карту или в комбик. У меня все уже готово. У меня нет такого, что надо в чехол залезть куда-то под кровать, на чердак. Гитара всегда готова. Миди-клавиатура, гитара. Я беру и сразу занимаюсь. У меня возникла идея. Я беру со стойки гитару. Не где-то там ее достаю откуда-то. Она у меня всегда под рукой. У меня даже есть специальная. Я купил себе вот такую держак, который очень удобно. Можно там поставить гитару, там какие-то дела делать. Потом у нас идея, что-то там, хоп, взял гитару. Все под рукой. Это очень важно для эффективных занятий. Это уменьшает энергию активации и эффективность ваших занятий многократно возрастает. Цифра номер два. Постановка цели. Это архиважно, потому что если вы не знаете, чего вы хотите, у вас нет в голове представления, к чему вы идете, где вы хотите быть лучше. Не визуализируйте в голове результаты, которыми вы идете, а просто как-то вот типа взял, поиграл, что-то там не думая, подумал о своем, вообще не о музыке даже. Но так невозможно прийти ни к чему, поэтому постановка цели очень важна. Без цели у вас просто организм будет, так сказать, сопротивляться. Если у вас нет мотивации, нет цели, вы не знаете, куда идете, то есть организм как бы даже будет препятствовать сам физиологии, так сказать. Поэтому цель очень важна, она будет вас двигать вперед и занятия будут в любом случае эффективными. Здесь я рекомендую, например, составлять, вести дневник и заранее готовиться, заранее писать план, что вы хотите делать. Например, садитесь вечером за инструмент и знайте, я сегодня хочу разобрать эту песню, я сегодня хочу выучить вот эти аккорды, я сегодня хочу, не знаю, обыграть вот эту гармонию или сыграть вот этот триф, снять вот это произведение. Или, например, позаниматься на фортепиано, понажимать такие-то аккорды, выучить такой-то стандарт, позаниматься слэпом сегодня там 10 минут, 15. Вот этот триф хочу. Где-то опа, услышал, раз хочу снять, сегодня поиграть, позаниматься метрономом сегодня. Вон там я слышал классную песню и так далее. То есть это желательно выписывать и вести дневник. К тому же такой дневник с вашими целями и вашими занятиями поможет вам отслеживать потом результат, что вы уже играли. Например, в былые времена, когда я интенсивно занимался на бас-гитаре в студенческие годы, я себе ставил план каждый день по три часа заниматься. И это было бы реально тяжело, если бы я не планировал эти занятия. То есть если бы я садился, не зная. То есть это просто делало бы пустой траты времени. Это просто время на ветер абсолютно было бы. Поэтому я старался всегда записывать, старался заранее найти какие-то видео, заранее найти какие-то файлы, поставить себе цель. Вот сегодня я хочу снять эту песню, сегодня я хочу посмотреть этот риф. И это делало занятие гораздо более эффективное, нежели просто бездумное. Бездумное какое-то гоняние там гамм, там каких-то упражнений. Вот. Цель должна быть, конечно же, актуальна для вас. Например, если вы играете панк-рок, то, может быть, вам не нужно там какую-то джазовые стандарты играть. Поэтому она для вас должна быть актуальной, должна быть измеримой. То есть вы должны понимать, что вот сегодня я хочу вот эту песню, три минуты снять песню, гармонию сыграть. Или вот этот риф четкий, вот от этого до этого. Это должно быть измеримо и достижимо. То есть это не должно быть какой-то целью, там, наподобие я хочу стать самым величайшим бас-гитаристом, играть круче всех. Нет, цель должна быть конкретная. Вот я хочу там научиться хорошо играть шагающий бас, например, как, не знаю, там, ну, Рэй Браун, например, и так далее. То есть цель должна быть конкретная, понятная, не какая-то там летучая. Вот. И постановка цели – это одна из самых важных этапов и одна из самых важных, так сказать, моментов. Без цели невозможно никуда прийти. Цифра три. Постоянный поиск вдохновения. Для того, чтобы получать результаты от своих занятий на музыкальном инструменте, на бас-гитаре, не всегда достаточно лишь только постановки цели, визуализации цели. Еще и нужно определенное состояние. Состояние вдохновения, состояние ресурса, состояние горящих глаз и тому подобное. Без этого процесс будет хуже идти. К примеру, недавно я прочитал интервью известного музыканта Пола Ромайоро, который написал саундтрек «Героем 3», наверняка вы его знаете. В общем, он в своем интервью пишет, что, к примеру, когда ему опускается, так сказать, на его голову какая-то работа, какой-то проект, например, нужно написать саундтрек, он неделю только уделяет на то, перечень начать. На то, что ходят разные музеи, смотрит разные фильмы, сериалы, книги читает, музыку разную слушает. Только неделю у него уходит на то, чтобы наполнить себя какой-то информацией, как вдохновиться искусством. То есть посещает какие-то выставки, постоянно черпает в себя вот этот период накопления. Неделю он берет только для этого. Вторая неделя – это только выбор инструментов. с продюсером, они выбирают, какие инструменты будут звучать в этом композиции, какие симфонические инструменты, потому что инструмент тоже – это как, так сказать, это, как, ну, не знаю, персонаж фильма, как, в общем, очень важно. То есть и только на третью неделю начинается процесс написания. То есть вот этот сам процесс вдохновения, процесс наполнения, он очень важен для занятий. Поэтому, конечно, желательно постоянно что-то слушать, какую-то музыку, великих бас-гитаристов, смотреть концерты, ходить на концерты. Опять же, вдохновение можно черпать не только в музыке и в других видах искусства, потому что искусство, оно как бы… Человек смотрит на какую-то красивую вещь, там, искусство какое-то великое, и он понимает, вау, это ж можно так сделать, это ж… И он вдохновляется, он хочет повторить зачастую, он хочет двигаться к чему-то такому светлому, в общем, красивому. У меня понял, о чём я хочу сказать. Поэтому искусство, оно очень мощное, это очень мощная сила, она способна вдохновлять людей на… Вот. Но если вы занимаетесь на музыкальном инструменте, вам это особенно актуально. Цифра номер четыре – занятия должны быть разнообразными. Мне кажется, что нет ничего хуже, когда вы берёте, к примеру, инструмент и начинаете раз за разом, год за годом, занятия от занятий играть одно и то же. Одни и те же песни, одни и те же рифы, одну и ту же музыку, одни и те же техники, всё одно и то же. Это свидетельство о том, что вы пришли к какому-то определённому потолку, и лично у меня от этого начинает портиться настроение. Я начинаю думать, что надо что-то поснимать, надо что-то поиграть, что-то послушать, срочно что-то изменить в своих занятиях, задуматься, так сказать, головой для того, чтобы двигаться дальше. Без разнообразия вот этого… Это как, знаете, тренировки, опять же. Например, приходите в спортзал, фитнес-центр. Если вы будете качать только ноги, например, не будете качать руки, ну, в качалке, скажем, ну, или будете только бицепсы качать, например, а ноги не будете, бицепсы вы накачаете, будете там, как у шванснеггера у вас, а ноги будут, не знаю, там, вообще не накачаны. Вы будете выглядеть непропорционально, некрасиво. То же самое здесь. Если вы будете прокачивать какую-то определённую, только набор мышц, например, только слэп, то будут определённые проблемы в других техниках, будут определённые проблемы в других аспектах. Здесь я выделил для себя следующее важнейшее направление в занятиях ежедневных, которых можно каждый день заниматься. Это точно будет продуктивно, точно будет полезно. Первое – это игра по цифровкам, когда вы берёте произведения, которые записаны не в нотах, а в циферно-буквовом обозначениях аккордов, функциях аккордов. И берёте любой реал-бук, например, с джазовыми стандартами, начиная с простых, если вы новичок, например, Out on Leaves, там, Beauty for Love, там, не знаю, A-Train и так далее. То есть вот эти несложные стандарты берёте и пытаетесь в зависимости от вашего уровня изобразить, так сказать, сыграть эти аккорды в соответствии по сетке. Это очень полезное занятие и точно вам пригодится. Выучить гриф, выучить гриф в бас-гитаре, выучить ходы, играть лучше аккомпанемент, разбираться лучше в гармонии. То есть игра по цифровкам – это очень такой важный навык, который поможет вам также и деньги заработать в дальнейшем. Второй аспект я бы отдал занятию техническим моментом, например, как-то глушение струн, скажем. Плохо у вас получается глушение, можно проработать, посидеть там 20 минут над глушением струн. Плохо получается слэп, например. Поиграть слэпом можно позаниматься в какие-то определенные партии. Или вы хотите, например, тэппинг освоить, можно позаниматься техническим тэппингом. То есть технический аспект, как правило, если вы в нём нуждаетесь, если вам надо это, так сказать, либо подтянуть где-то какие-то моменты, работаем над техникой. Третий аспект, которому стоит уделять внимание, это съём партии на слух. Важнейший аспект, не стоит его недооценивать. Скажем, здесь как раз и открывается вот эта ваша дверь в мир музыки, в мир движения вперёд, в мир расширения разума, расширения сердца, в мир любви и доброты, так сказать. То есть без съёма сложно научиться, вообще невозможно. Там импровизировать хорошо, не снимая фирмачей, не снимая какие-то контрабасовые соло в обязательном порядке, не снимая аккомпанементы крутых мастеров. Поэтому съём – это важнейшая вещь, и я рекомендую уделять этому какое-то время в вашем занятии, ежедневной практике, скажем, ну 20 минут, 15 можно уделить съёму. И если вы этим увлечётесь, можно и больше. Но как минимум этому стоит уделять внимание, как разнообразие в вашу ежедневную практику. Пятый важнейший аспект каждодневных занятий – это работа над разными стилями музыки, изучение разных стилей музыки. Здесь есть определённый пласт основополагающих стилей, которые присутствуют везде, и их знать просто необходимо для, так сказать, профпригодности бас-гитариста. Это какие стили? Давайте разберём. Значит, ну обычный поп-рок на основе восьмых нот, простые поп-роковые песни. То есть такие, ну в общем, популярная рок-музыка. Дальше идёт у нас по значимости, так сказать, по списку фанковые риффы, танцевальные на основе шестнадцатых нот, типа таких. То есть какие-то такие фанковые вещи. Дальше у нас будет идти регги. К примеру, регги тоже очень распространённый стиль музыки, и, так сказать, и популярный в рэп-культуре, и в популярных современных песнях тоже часто можно встретить, и умение играть регги очень важно. Это когда у нас трёльная пульсация, плюс пауза – раз. Такие вот риффы, регги. Дальше у нас идёт джазовый свинг, мейнстрим, шагающий бас, важный скилл. И он встречается не только в джазе, а во многих стилях, и в поп-музыке, и в рок-музыке. И вот эти вот, так скажем, шагающий бас, в нём скроется огромное количество информации для хорошего аккомпанемента, приёмов, для мелодичного аккомпанемента, музыкального аккомпанемента. И этот скилл, конечно, архиважен для баса-гитариста. Значит, партии, прорабатывание партий в стиле джаз-свинг. Вот таким образом, такие партии тоже очень важны. Далее мы можем латиноамериканские обязательно тоже прорабатывать. Например, баса-нова, двойная бочка, да, у нас такая. Значит, баса-нова, сальса и афрокубинские ритмы. На синкопах. Это афрокубинская музыка, сальса, карибский бассейн, баса-нова. Из этой музыки огромное количество вышло музыкантов крутых. Тот же Пасториус у него и в Пасториусу, у Ваза-Репота, огромное количество в музыке. Это кубинская тема, вот эти без кубинской музыки там бы ничего не было. То есть, как бы, это очень важный пласт культуры тоже. В нём очень много кроется информации. Дальше у нас идёт... Я могу что-то забыть, но вот основные, я надеюсь, вспомню стили, которые лично мне пригождаются. Дальше у нас идёт проработка разных размеров. Опять же, надо знать вальсы обязательно, три четверти. Вот такие партии на три четверти. Вальс вообще нужно просто... Вот у меня он хорошо получается играть вальс, я хорошо чувствую три доли, лучше, чем четыре. И, как бы, я даже могу не считать, я уже чувствую, какие ноты где надо играть. Для меня вальс не проблема. Опять же, вальс, три четверти уметь играть, двенадцать восьмых. Вот эти основные три четверти, двенадцать восьмых тоже стили, рифов в стилях двенадцать восьмых, шафл. И вальсы, джазовые вальсы, это тоже, как сказать, очень часто встречается. И размер три четверти тоже в популярной музыке есть, и в джазовой музыке. Ну вот, собственно, основные стили, которые лично мне чаще всего встречаются. И есть в огромном количестве песен вокруг. И вы с ними в любом случае встретитесь. Хотите вы этого или не хотите, всё равно это будет. Последний пятый аспект в каждодневных занятиях – это работа над импровизацией и мелодией. Я считаю, что это для бас-гитариста не самый главный навык, поэтому я его как раз-таки опустил на самую последнюю пятую строчку. Это не самое важное для бас-гитариста. На самом деле, куда важнее, если вы научитесь играть, например, хорошо качать, играть грамотно аккомпанементы, играть чётко, не вылетать по цифровке, играть хорошо с листа, быстро транспонировать тональности, играть безошибочно, как машина, аккомпанемент – это куда важнее, чем поливать миллион нот, играть какие-то импровизации. Опять же, раньше я так не считал, но когда взрослешь, понимаешь эти моменты, что это не самое важное для бас-гитариста. Важнее даже мелодия, важнее поиграть, потому что это какой-то более музыкальный, на мой взгляд, момент. И вот здесь, опять же, этот пункт, честно, связан с съёмом партий на слух. Опять же, лично для меня это всегда… Я снимаю фирмачей, смотрю фразы, учу их, видоизменяю. То есть, брать что-то у лучших, у крутых чуваков, снимать их партии на слух, их соло, их мелодии. И изменять как-то, искать для себя удобные варианты, удобные аппликатуры, удобные позиции. И дальше это транспонировать именно для своей игры, для своего стиля. Вот. Пятый, последний пункт. Опять же, могу что-то забыть, но для меня вот эти важные. Вот я пять назвал. Ещё раз повторим их. Это у нас получается игра по цифровкам, съём партий на слух, работа над техническими моментами. Это у нас дальше работа в разных стилях музыки, изучать разные стили, играть в разных стилях, изучать их как можно. Там откроется огромное количество информации. Ещё раз повторюсь, там зашита вся музыка современная, вся популярная. То, что вы слушаете, там все ответы, все ключи есть. И последний – это работа над импровизацией, работа над мелодией. Последний, на сегодня пятый пункт для эффективности ваших занятий – это ежедневность, каждодневность, регулярность, выработка привычки. На самом деле, супер важно заниматься каждый день, даже по 20 минут, по 10 минут, если у вас нет времени, вы приходите после работы, после офиса, после завода, и у вас там вечер небольшой совсем. Хотя бы даже 20-30 минут – это гораздо эффективнее, но каждый день, чем если вы будете, например, раз в неделю по 10 часов играть. То есть регулярность позволит вам, так скажем, достичь реально очень крутого результата. Даже по полчаса в день уже через полгода можно выйти для себя на какой-то другой уровень совершенно и самому удивиться. На этом всё не всё, дорогие друзья. Вроде бы ничего не забыл, всё сказал, вытащил, так сказать, из себя из недр всё, что у меня было на эту тему. Всё то, что я использую в своих занятиях. Надеюсь, это вам пригодится и будет полезным это видео для организации, быть эффективным, так сказать, музыкантом, бас-гитаристом, так сказать, быстро готовиться, всё учить и двигаться только вперёд. Вот. Кстати, напишите в комментариях, как вы готовитесь, например, к репетициям, как вы учите песни, сколько у вас на это время занимает и вообще, как вы планируете свои занятия. Будет интересно почитать. Может быть, я там отстал от жизни, вы какие-то новые технологии, так сказать, подготовки мне откройте глаза, в общем-то. Вот. Обязательно пишите в комментариях и не забывайте подписываться, так как, в общем, алгоритмы Ютуба никуда от них не деться и, так сказать, от них никто, их никто не отменял. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайк. Вот. И увидимся, дорогие друзья, в следующих видео. Всем пока. Любовь, доброта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok